Продолжение следует... Сегодня мы в очередной раз встаем с пикетами в защиту зеленых территорий Санкт-Петербурга. Это мероприятие зеленой коалиции, в котором десятки инициативных групп соединились год назад. Ровно год назад мы первый раз встали пикеты 4 января 2016 года здесь, в Дольневского. И вот спустя год, 4 января 2019 года, мы снова собрались, чтобы показать те проблемные зеленые точки нашего города, которые нужно защищать, которые нужно благоустраивать, где нельзя ни в коем случае строить какие-либо здания, ни бизнес-центры, ни жилые коробки. Вот я стою с мытным двором. Это плакат защиты территории с центра города, в историческом районе Пески, в Центральном районе, где мы хотим с жителями создать классную рекреационную зону, которая станет точкой протяжения для горожан не только Центрального района, но и для всех петербургцев. По распоряжению КГО в декабре ансамбль Смоленского и Литранского кладбища наконец-то стал объектом культурного наследия регионального значения. Но наш удивительный исторический некрополь, самое старейшее виноверческое кладбище Санкт-Петербурга будет разбито по этому распоряжению на три зоны, в двух из которых разрешено будет новое захоронение. Но если учесть, что наше, это старейшее кладбище, было основано в 1748 году, а закрыто в 1939 году, и на этот момент на кладбище было захоронено примерно 30 тысяч человек, то вы понимаете, что никаких свободных мест на этом историческом некрополе быть не может. В этой уникальной зоне захоронены петербуржцы с мировыми именами. Это Людвиг Нобель, это Агафон Фаберже, это знаменитая женщина, сколько Мария Дилон, наш прекрасный педагог Карл Май. И вы теперь понимаете, что по распоряжению Геопа любой желающий может себе выбрать место с этими выдающимися деятелями. Мы должны не допустить это вандализм, это кощунство. Добрый день, сегодня я принимаю участие в пикетах, посвященных разным проблемам в городе Санкт-Петербурге, связанных с застройкой зеленых зон. На моем плаказе написано «Сохраним защитно-парковую зону Пулковской обсерватории от застройки». Потому что если в защитно-парковой зоне Пулковской астрономической обсерватории будет построен огромный жилой квартал Планетоград, это поставит окончательную точку на высокоточных позиционных астрометрических наблюдениях, на работе сотен научных сотрудников, которые годами работали в главной обсерватории нашей страны. Остановим уничтожение главной обсерватории нашей страны. Спасем Пулковскую обсерваторию. Спасем Пулковскую обсерваторию от застройки. Гражданский активист Борис Романов вышел сегодня на Невский проспект в рамках «Зеленой коалиции» за то, чтобы парк Листехнической академии не замуровывали. С прошлого года возникла эта проблема. Ректор Беленький, ректор Академии Листехнической почему-то начал замуровывать все калитки, через которые жители Светлановского проходили и проходят десятки лет. Люди возмущены, почему замуровывают парк. Парк не благоустроен никак, там нету в достаточном количестве никаких скамеек, там убрали детскую площадку. И пусть ректор Беленький встретится с нами, с гражданскими активистами, и мы обсудим, как мы вместе будем развивать наш парк. Квартала парка Серебряный пруд прописуем против уничтожения нашего парка в следствии застройки компания-легенда небоскреба на берегу маленького пруда, старого, Петербургского. Мы считаем, что, ну это очевидно, по ширине парка всего 100 метров, ставить здание высотой 75, это ясно, что это убьет и ландшафт, и солнечное состояние парка. Вот мы как бы протестуем против этого строя. В любом случае, стадисто должно вестись какими-то водостроительными нормами, а не в ободу застройщика и извлечения сверхприбыли. Мы решили для того, чтобы наш ЗНОК уже был точно одобрен, потому что прошло только первые стены, поправки, и новые ЗНОКы на Смоленке официально еще не появились. Мы хотим, чтобы они появились на карте, чтобы убрали забор, и наконец-то остановили деятельность, которая там проводится, хотя она в ограниченном режиме. Но какая-то деятельность еще застройщикам проводится. Инициативная группа в защиту парка Малинов как любой застройщик. Сегодня мы здесь на Невском, потому что у нас конфликт с этим нашим парком уже седьмой год пошел. Ну, как бы, люди пытаются доказать властям, что аркин необходим, и застройка здесь это просто безумно. Но вот исполнительная власть, они как бы более прагматичны у них позиции, они пошли нам навстречу, и там вот имели ряд постановлений, это звали секурсования, которые уже были выданы, и сейчас эта территория, о которой идет речь, о которой пытались застроить, она принадлежит городу, свободно от всевозможных каких-то обременений. Но законодательная власть, у них там какая-то позиция такая, что вот непременно надо сюда, в этот такой маленький парк, всадить вот огромный собор, больше другого места для него нет, это какая-то такая вот миссия, видимо, они это считают. Ну, народ кискорический будет, у нас сколько раз мы и подписи собирали, и опросы проводили. Зелёная коалиция, в которой я тоже участвую, в защиту наших парков, скверов и садов. Год назад была такая же акция, потом был массовый митинг на площади Филянского вокзала, который тоже проводила Зелёная коалиция. Видео ходит к тому, что они хотят, чтобы у них были зелёные зоны, чтобы было где отдыхать, где гулять с детьми, где могли бы отдыхать пожилые люди. Я живу сам рядом с местом парка на Смоленке, на Васильевском острове, участвую во всех акциях за этот парк. Мы уже приняли в первом сфере закон, включающий эту территорию в зелёную зону. Надеюсь, что закон будет принят окончательно, и там будет место отдыха Васильевостровцев, куда они смогут приходить. Нам очень не хватает зелёных зон на Васильевском острове. Но борьба необходима не только за парк на Смоленке, не только за парк интернационалистов, она необходима за Удельный парк, за парк Малиновка, за скверу спортивно-концертного комплекса, на территории на улице Адоевского, за Муринский парк, за спер в Кузнечном переулке и многие другие зоны, которые находятся сейчас под угрозой, которую надо защитить от возможного строительства, оставить их зелёными уголками. Поэтому сегодня около 50 человек вышло на эту акцию зелёной коалиции, и я вместе с ними.